Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Алкофан. Меня зовут Василий Захаров и, как всегда, для канала Алкофан мы готовим коктейли. Сегодня мы готовим прекрасный коктейль Дайкери. Это вообще классика, можно сказать, коктейльного искусства, потому что, во-первых, он имеет такие достаточно классические составляющие. Это, можно сказать, классический саур, то есть это напиток алкогольный, который включает в себя один какой-то крепкий ингредиент, на основе которого он сделан, и кисло-сладкую смесь. Это, соответственно, в данном случае у нас будет выступать ролик кисло-лайм, его фреш, и сахарный сироп. Имеет пропорцию 45 мл, соответственно, арома, 25 мл фреш-лайма и 15 мл сахарного сиропа. Мы предварительно охладили коктейльную рюмку для того, чтобы наш коктейль был очень холодненьким, и сейчас его приготовим прямо туда. Что можно сказать про этот коктейль? На самом деле очень много всего. Есть даже относительно подтвержденная документально легенда по поводу того, как он был придуман и история. Говорят, что все это случилось на Кубе, в деревушке, которая называется, соответственно, Дайкере. В конце XIX века там происходила какая-то военная возня между, соответственно, кубинцами, и за право владеть колонией боролись американцы и еще какие-то нации. И, собственно, у кубинцев была железная руда, доступ к которой американцы и пытались получить. И, соответственно, был отправлен туда инженер на разведку на эту территорию. И поговаривают, что в 1898 году он придумал вот такой вот коктейль, вот такую вот смесь, вдохновившись кубинским напитком, который включает в себя почти все то же самое, только не сахарный сироп, а мед. Они мешают, и все это здорово и замечательно. Вот. А потом уже позднее к нему, после того, как была совершена вот эта вся разведка, приехал какой-то высокопоставленный военный или медик по разным источникам. Ему этот коктейль очень полюбился, и он уже привез его потом в США, там его всем приставил, и все было здорово, замечательно. Еще позднее появился этот напиток в Гаване, это где-то уже там где-то 20-е годы, там был бар Флоридита. И поговаривают, что там лучшие дайкери в мире готовятся, потому что сам Хмэнгой выпивал очень частенько в этом баре, и он даже говорил, мой мохито в Багедите, мой дайкери в Флоридите. Насчет вот дайкери, дайкери и всего остального, да, вообще, ну, как бы, если смотреть всякие Википедии, там везде пишут с ударения на последний слог. Дайкери. Я никогда не слышал такого высказывания ни от кого, сейчас все уважаемые бармены и любители коктейльной культуры, они говорят дайкери. И вот, общаясь, кстати, с представителем дома Бакарди, они тоже говорят дайкери. Перейдем к приготовлению нашего любимого дайкери. Нам понадобится шейкер, шейкер мы положим в лед. И начнем складывать наш коктейль. 45 миллилитров белого рома. Кстати, старина Хмэнгой любил делать себе двойную порцию и обходился без сахара. Вот, есть такие еще вариации этого коктейля. 25 миллилитров фреша лайма. Это кислая часть у нас представлена. Ну, классические сауры, я повторюсь. Аккуратненько. И еще чуть-чуть нам не хватило. Вроде такие свежие лаймы, кажется, как будто бы. И 15 миллилитров сахарного сиропа, который я заблаговременно приготовил, просто сахар развел с водой. Собственно, все. Нам осталось сделать шейк. Так, выльем лед, если он у нас тут уже растаял. И перельем наш коктейльчик в охлажденный бокал. И будем использовать дабл-стрейн, так называемый. Во-первых, мы видим, что у нас остается лед. Большое достаточно количество льда. Ну, и во-вторых, помимо льда, туда может попасть какая-нибудь ошмёточка от нашего выжатого лайма. Поэтому тоже мы от нее избавляемся. Собственно, все. Коктейль готов. Ну, вполне можно наслаждаться. Есть куча разных вариантов этого коктейля. Есть фроузен дайкири, который делается со льдом в блендере. Получается такая густая однородная масса. Соответственно, есть всякие клубничные дайкири. Он появился тоже, соответственно, чуть позже, чем классический напиток. Есть вариант, который любил сам Хангуэй. Я уже рассказал о нем. Только он добавлял там еще грейпфрутовый сок, по-моему. И есть еще разные всякие вариации. Можно чуть поиграть с пропорциями, можно поиграть с ромом. Но, кстати, одно из документальных подтверждений где-то я встречал, что на карто-бланке он должен делаться. То есть мы сегодня прямо угадали, на самом деле. Вот. Ваше здоровье. Я, на самом деле, тоже люблю дайкири, но, наверное, не так сильно, как Хангуэй, который, по свидетельствам очевидцев, мог всадить аж 12 штук вот таких вот скромных коктейльчиков. Но вы, ребята, не повторяйте подвиги старинных Хангуэй. Он все-таки умудренный оптом мужчина был. Пейте с умом. Не пейте, если вам нет 18 лет, а лучше 21 года. Подписывайтесь на канал Алкофан. Ставьте пальцы вверх, если хотите больше. Таких видосов и других тоже. С вами был Василий Захаров из группы Настоящие Бармены. До скорых встреч. Пока.